Good morning, dear students! How are you? How are you today? Today we write summative assessment for the term 2. Доброе утро! Сегодня пишем SOCH за вторую четверть. SOCH состоит из трёх заданий. Таск 1. Читаем текст. Четыре задания выполняем, оценивается в 4 балла. Таск 2. Также про дни недели 4 балла. И таск 3. Также 4 балла. Общий 16 баллов. Теперь посмотрите на первое задание. Давайте вместе прочитаем и переведём. Таск 1. Read the text and choose the correct answer. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Читаем текст. Даны вопросы и варианты ответа. A, B, C либо D. Нам нужно выбрать правильный ответ. Правильные ответы они находим из текста. Давайте переведём текст. My day and night. Мой день и ночь. Hi. My name is Jake. Привет. Меня зовут Джейк. I live in the USA. Я живу в США. В Соединённых Штатах Америки. I wake up in the morning at 7 o'clock. Я просыпаюсь утром в 7 часов. Он просыпается в 7 часов. At the quarter to eight, без пятнадцати восемь. Квецецу – это без пятнадцати восемь. I eat breakfast and I go to school at 8.30 a.m. By bus. Без пятнадцати восемь я завтракаю. Я иду в школу в 8.30 утра. A.M. – это утреннее время. В школе я узнаю о многих вещах. В обед я делаю домашние задания. At 7 o'clock I eat dinner. В 7 часов я ужинаю. Он ужинает в 7 часов. I go to sleep at 10 to 11 at night. Я ложусь спать. At 10. Без до 2. 2 – это обозначает без десяти. 11. At night – в ночное время. Да? Вечером, ночью он пишет. Говорит в тексте. Вот такой у нас текст про день Джейка. Теперь прочитайте. Вместе давайте прочитаем и разберем вопросы. Circle the correct answer. Выберите правильный ответ. Полностью вопросы и варианта ответа писать не надо. Пишите 1A, либо B, либо C, либо D. Сразу правильный ответ. Во сколько Джейк просыпается? Мы это читали с вами в тексте, да? Во сколько Джейк завтракает? Eat breakfast, завтракает. Это у нас второй вопрос. И варианты ответа. A, B, C, либо D. Находите из текста. What time does Джейк go to school? Во сколько Джейк идет в школу? Даны также варианты ответа. Half past eight in the morning. Половина восьмого утра. Half past eight in the afternoon. Половина восьмого в обед. А в чинун это у нас обед. Выбирайте A, либо B. What time does Джейк go to bed at night? Во сколько Джейк ложится спать? Ночью, да? Время нам также я вам прочитала в тексте. Находите правильный ответ, вариант ответа A, B, C, либо D. И пишите на своих листочках или в тетрадках. Task two. Второе задание. Put the letters in the correct order. Spell the word out. Write the words. Days of the week. And scramble the words. Мы должны разгадать слово. Эти слова, days of the week, у нас переводятся как дни недели. Мы с вами проходили дни недели на прошлых уроках. Здесь даны четыре задания. Вам нужно в правильном порядке вставить слова и написать правильный день недели. Пишем правильное слово, да, которое у нас вышло. Давайте вместе вспомним. Есть семь дней неделю, да. Monday, понедельник. Tuesday, вторник. Wednesday, среда. Thursday, четверг. Friday, пятница. Saturday, суббота. Sunday, воскресенье. Можете также посмотреть в книжках недели и пишем правильное слово. Пишите название дня недели, которое у вас вышло. Эти кубики совпадают с числом букв, да. К примеру, Tuesday. T-U-E-S-D-A-Y. Tuesday. Первый будет Tuesday. Это у нас вторник. Второе, третье, четвертое выполняйте также самостоятельно. Третье задание. Составляем четыре предложения. Посмотрите на картинку. Вам нужно описать одну из них, да. Употребляя, составляйте предложение, употребляя эти слова. Ливит. Жил. В прошедшем времени. Лив. В настоящем ливит жил. Визитет. Посетил. От слова сису. Увидел или видел. Травел от зе ласама. Путешествовал здесь прошлым летом. И так же предлоги места. От, behind. Сзади. Between. Между. In. В. In front of. Напротив. Нея. Рядом. Next to. Следующий. Он. Under. Под. Above. Тоже вверху. Да. Наверху. You don't need to use all of them. Вам не следует, вам не обязательно писать предложение из всех этих слов, которые выделены черными. Делайте всего лишь четыре предложения. К примеру. This is a flat. К примеру. Это квартира. We visited Astana. Мы посетили, может, Астану или в какой город вы ходили. Или we visited, или we traveled there last summer. Или мы путешествовали в Астану или в Чимкент last summer. Прошлым летом. Все пишется в прошедшем времени. Вот lived, visited с окончанием edi. В прошедшем времени. There was. Здесь было. Что здесь было? There was. There was a shop. К примеру, да. Был магазин. Near the flat. Рядом с квартирой. There were. Здесь были. Many. Много, да. Это много. There were many. И что было в этом городе или в деревне. There were many shops, centers, trade centers. Centers. There were many shops, centers, centers. Здесь было много интересных или interesting places to visit. Чтобы посетить. Было очень много интересных мест, чтобы посетить. Вот таким образом составляете 4 предложения. Задание оценивается в 4 балла. Общий 16 баллов. Думаю, что задания понятны. Send me feedback until 7 o'clock. I'll wait. The lesson is over. Goodbye. Goodbye.